Всем привет, в этом видео я покажу как восстановить утерянные данные в операционной системе Linux после переустановки системы или форматирования диска. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. Почти каждый начинающий пользователь сталкивался процесс потери данных после переустановки системы. Перед началом переустановки вы не скопировали важную информацию системного диска и они были удалены. Каждому пользователю знакомо это чувство потери важной информации, когда вы пытаетесь найти ее на старом месте, но ее там уже нет. К счастью, на сегодняшний день существует множество различных программ, с помощью которых вы сможете вернуть утерянные файлы. Одна из таких программ Hetman Partition Recovery проверенная утилита, которая доказала свою надежность в плане восстановления утерянных данных. И так как в данный момент дистрибутива для операционной системы Linux этой программы нет, я покажу как ее можно запустить на этой операционке и восстановить данные с ее дисков. Для запуска программы нам понадобится виртуальная машина с операционной системой Windows. Как я уже говорил на данный момент нет версии программы Hetman Partition Recovery для Linux, но версия для Windows способна восстанавливать данные с Linux дисков. Программа поддерживает почти все файловые системы используемые операционной системой Linux. Для запуска утилиты потребуется виртуальная машина, к примеру VMWare, это одна из самых популярных виртуальных машин и с ее установкой у вас не должно возникнуть никаких проблем. Программа не распространяется с открытым исходным кодом, но имеет две версии, платную Pro-версию и бесплатную облегченную версию. В Pro-версии есть ознакомительный период использования программы на 15 дней, этого вполне достаточно чтобы восстановить втерянную информацию. Я покажу как установить виртуальную машину в VMWare, создать машину с Windows 10 и восстановить утерянные данные на Ubuntu версии 18.04. Чтобы установить VMWare сперва нужно загрузить установочный файл программы. Последнюю стабильную версию можно найти на официальном сайте, нам нужна версия для Linux. Выбираем сохранить файл и ждем завершения загрузки. Перед установкой нужно установить компоненты необходимые для установки программы в VMWare. Перейдите в папку загрузок и запустите из нее терминал. Для этого кликните правой кнопкой мыши по свободному месту в папке и выберите открыть в терминале. Перед установкой любого программного обеспечения нужно обязательно обновить репозиторий пакетов с помощью следующей команды. Затем нужно установить необходимые компоненты, которые будут использоваться в процессе установки. Для этого выполните такую команду. Есть для подтверждения и Enter. Для дальнейших действий нам нужно полное имя файла загрузочного пакета VMWare. Для этого перечислим файлы, которые лежат в загрузках. Выполнив следующую команду, копируем полное имя скачанного файла. Оно понадобится для извлечения файлов из пакета. В терминале вводим sudo-probel.slash и вставляем имя пакета. Команда имеет такой вид. Enter. По завершению извлечения файлов должно открыться окно программы установки VMWare. Если нет, переходим в список установленных приложений и запускаем ее. После запуска выберите настройки конфигурации приложения и пройдите процесс инсталляции. По завершении отобразится уведомление об успешной установке. При первом запуске программа попросит ввести лицензионный ключ. Выбираем бесплатную ознакомительную версию на 30 дней. Теперь можно создать виртуальную машину. Для того чтобы создать виртуальную машину с нужной вам операционной системой придется скачать образ этой системы. Переходим на сайт Microsoft и скачиваем ISO файл нужной нам версии. После загрузки образа VMWare нужно запустить от рута. Для этого выходим из программы и в терминале вводим следующую команду sudo VMWare. Это позволит избежать проблем при подключении физического диска в дальнейшем. В открывшемся окне программы жмем по вкладке файл новая виртуальная машина. Выбираем обычный тип конфигурации далее. Устанавливаем отметку напротив файла образа установки ISO и указываем путь к скачанному образу операционной системы. Далее. Задаем имя виртуальной машины и если нужно меняем ее расположение. Если вы восстанавливаете данные из системного диска для установки лучше указать другой, так как в процессе установки могут затереться данные которые нужно восстановить. Здесь можно задать размер диска для виртуальной машины. Устанавливаем отметку напротив сохранение виртуального диска в виде одного файла и жмем далее. В следующем окне доступны настройки виртуальной машины. В первом пункте выбираем размер оперативной памяти, которая будет выделяться для работы виртуальной машины. Здесь чем больше тем лучше, но выбирайте ее исходя из реального объема ОЗУ на ПК, так чтобы при работе виртуальной машины ваш компьютер не завис. Остальные настройки на данном этапе не важны. Закрываем их и жмем готово. Виртуальная машина создана. Осталось ее запустить и установить операционную систему. После запуска начнется установка Windows. Она ничем не отличается от обычной. Здесь все просто, следуем указаниям и ждем завершения установки системы. Детальнее о том как установить Windows вы можете посмотреть в отдельном видео, ссылка будет в описании. Теперь в настройках виртуальной машины нужно добавить физический диск, с которого нужно восстановить данные. И для того чтобы система грузилась из жесткого диска, а не запускалась установка при каждом старте нужно снять отметку во вкладке CD-DVD. Жмем правой кнопкой мыши по нашей виртуальной машине и открываем параметры. В пункте CD-DVD снимаем эту отметку. Затем внизу нажимаем добавить и выбираем жесткий диск. Далее указываем тип и в окне выбора устанавливаем отметку напротив использовать физический диск. Далее выбираем нужное нам устройство из списка. Если вам трудно определить нужный диск, откройте дисковые утилиту. Здесь по размеру и по имени вы сможете определить нужный диск. Указываем диск и жмем далее. А затем финиш для завершения. Теперь запускаем виртуальную машину и ждем завершения загрузки системы. Для подключения USB флешки подключите ее к компьютеру и в программе VMware внизу включите ее, кликну по устройству и нажмите подключить к узлу, после чего она тоже будет ображаться в программе. Для начала процесса восстановления нужно загрузить и установить программу. Открываем браузер, скачиваем и запускаем Hetman Partition Recovery. Если вы все сделали правильно, в менеджере дисков выведите ваш диск. Жмем по нему правой кнопкой мыши Открыть. Для начала выполните быстрое сканирование. Программа сразу же просканирует диск и отобразит найденную информацию у правой части окна. Этот тип сканирования займет меньше времени. Если в результате быстрого сканирования программе не удалось найти данные, выполните полный анализ. По завершению сканирования откройте папку, где лежала утерянная информация. Отметьте файлы, которые нужно вернуть и нажмите восстановить. Укажите путь, куда сохранить утерянные данные и нажмите восстановить. По завершению процесса восстановления все данные будут лежать в указанной папке. Также программа позволяет сделать образ диска и проводить восстановление данных с образа. Что повышает шансы вернуть утерянную информацию. Так как при множественном сканировании диска могут быть затерты данные. Hetman Partition Recovery поможет восстановить данные утерянные в результате удаления, форматирования, сбоя системы, вирусной атаки и других ситуаций потери информации. И восстановить данные с внутреннего и внешнего жесткого диска, USB, SD-карты, камер и других устройств хранения. Теперь вы знаете как вернуть утерянную информацию в операционной системе Linux после переустановки системы или форматирования диска. А на этом все. Надеюсь данная видео инструкция была вам полезна. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.